привет всем мои дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир не обращайте внимание на мой голос я очень сильно заболел то есть вот сейчас в состоянии температуры 38 градусов я сам по себе человек слабый в том плане что я высокую температуру просто не переношу там 37 я уже вешаюсь сегодня записал несколько видеороликов сейчас загружаются они на youtube и если кто помнит кто следит за моим творчеством когда-то я записывал геймплей демки alien hope of the future и на наш подкаст позвал позвал получается разработчика данной игры где он поделился своими планами на будущее то есть планами по развитию проекта как он все это видит и когда нам ждать в принципе первые игровые демки и сам готовый проект так вот сегодня мне написал разработчик данной игры что он выпустил полноценную демо версию то есть уже демо версию которую не стыдно показывать людям хотя и в прошлых версиях было все очень хорошо и я бросил все тела и бегом в зал чтобы скачать эту игру и показать вам ее я уже ее запускал чтобы проверить как будет идти запись с какими трудностями можем столкнуться есть только одна проблема это очень тихая озвучка и пока к сожалению нет настроек для того чтобы обойти вот эти вот ограничения актеры озвучки но я сомневаюсь что они говорили очень тихо скорее всего это просто в настройках движка здесь движок unity как-то прописано что голоса очень тихие то есть кто знает телевизор samsung у меня внешняя акустика и я играю в эту игру при 50 единицах то есть на секундочку это этой громкости более чем достаточно для того чтобы тусить на дискотеке но все равно еле-еле слышу что они говорят привет причем фоновые звуки очень хорошо обработаны и я надеюсь то что я такой сиплый вяленький вам это никаким образом на на ощущениях при демонстрации игры не повлияет ссылка будет в описании под этим видеороликом скачайте я призываю вас вступить в группу данного разработчика в группу alien hope for the future потому что у вас есть возможность создать лучшую игру во вселенной чужих потому что автор регулярно проводят опросы спрашивает какие лучше использовать текстуры эти или эти а какие должны быть аватарки главных героев и дает их несколько на выбор после чего аудитория голосует то есть здесь прямой контакт между автором и аудиторией и благодаря нашим голосованием и решением мы в конечном итоге может повлиять на то какой же будет вот это вот игра итак давайте запустим сейчас нам откроется оболочка unity нажмем на play маленький момент относительно производительности у нас стоит стоят настройки на средние но мой компьютер резидент evil 7 запускал на максимальных настройках он сам определял то через geforce experience здесь же проблемы с производительностью но это нормально то есть очень много железа под все адаптировать одному человеку довольно таки сложно пускай движок видите распространенные о том что могут быть тормоза на мощных машинах автор писал еще с анонса прошлой демо версии итак у нас появилось меню вот та самая фоновая музыка которая говорил мне она просто бьет по ушам я сейчас все это сбрасываю итак я очень хорошо помню этих аватаров потому что выкладывались значит несколько картинок главных героев и можно было проголосовать за их дизайн здесь у нас есть три героя на текущий момент играбельно только кейт старом давайте прочитаем мое личное дело лично документ номер 97 возраст 33 года заместитель начальника научной лаборатории прибыла на ахерон со своими родителями еще подростком очень быстро начала подниматься по карьерной лестнице и стала самым молодым членом руководства колонии возрасте 27 лет есть муж и сын кстати обратите внимание сейчас мы вернемся назад у нас появилась наконец-то красивая такая обложка эллин hope for the future и блин очень здорово есть настройки но пока к сожалению не активны вот собственно из-за чего я не могу увеличить громкость голосов актеров потому что остальные звуки очень громкие жмем на старт я сразу скажу я не играл я запустил игру и проверил как она себя будет вести записал немножко геймплей чтобы звук проверить и настроил геймпад системы от zeta 2 call pamos 21 июня 2179 2179 год и так вот очень громко опять делаете что над 25 единиц и здесь нам отдаленно дают понять что это стартовая сцена фильма где родители ньют решили исследовать космический корабль пришельцев разбитые на территории дальней колонии и мы услышали переговоры по радио что что-то нехорошее случилось lv426 на херон колония надежда хадли 23 июня 2179 год эту локацию тоже очень хорошо помню с ранних наработок автора и так уэлланд ютони корпорация строим лучшие миры загрузка загрузка долгая я так понимаю грузится сразу несколько уровней потому что при переходе с локации в локацию никакой загрузки нет вот опять я вынужден опустить до 18 единиц громкость это стандартно при которой я играю но знаю что сейчас актеры будут разговаривать будет очень тихо на в принципе уже просто когда они говорят я перевожу звук в наушники и уже через наушники более-менее слышу могу вам озвучить вот если вы хотите принять участие в озвучке то напишите в группу потому что еще в подкасте автор данного проекта он сказал что если кто-то хочет принять участие в озвучке пожалуйста вы можете подарить тому или иному писье свой голос вот я в принципе к сожалению пока еще времени не нашел но и так знаете что я зашиваюсь но у вас такая возможность есть и так вейланд ютайя начинается игра увеличиваю громкость так кейт соберись все хорошо причин для паники нет надо вернуться к работе сперва морг так уменьшая громкость смотрите новое задание идти в морг и поговорить с доктором я не успел прочитать но у нас есть панель задания с доктором гейсфордом я играю на контроллер xbox в 1s по-прежнему пока поддержки геймпада нет но через оболочку steam big picture можно легко все настроить c это присесть пробел я не знаю если здесь прыжок клавиши и использовать shift бегать и пока ну других кнопок я кроме в езды еще не использовал это я делал при настройке данной игры мы также начинаем в туалетной комнате женской как и в прошлый раз вот тут единственное что у меня периодически я прям чувствую как падают кадры причем вроде бы как на участках которые не обремлены какой-то графикой чрезмерно так записку взять нельзя туалет по-моему поменялся постеры немножко другие итак давайте пройдем на станцию графика очень радует глаз даже на средних настройках детишки да кто помнит кто помнит второй фильм чужие они куда-то вниз побежали направо кто помнит фильм чужие там тоже были дети я помню там мальчик какой-то катался на велосипеде в эланд ютоне это лишний повод заново пройти игрушку вообще мне хочется почему так а это я перекрыл с собой получается источник света я просто помню первый раз я ругался что очень часто у меня ну на самом деле это было два-три раза за время записи у меня пол в комнатах исчезал я проваливался за пределы получается локации ну и это значит надо было начинать игру заново вы меня извините за мой сиплый голос а тут все закрыто что-то вроде кладовое но я просто не могу я очень жду каких-то каких-либо новых игр во вселенной чужие поэтому для меня вот этот вот клочок текстур да вот то что автор вложил душу для меня это просто от рада очень сильно хочется поиграть а это мужской туалет да мы были женском интересно можно попасть в другой то а кнопка не активно ну хорошо значит здесь у нас я бегу у нас есть анимация тело мы видим и тело кстати очень даже хорошо итак чем ты занимаешься поговорить нельзя но давайте посмотрим на лицо выглядит в принципе очень даже неплохо то что тень квадратная да очень явная такая пикселизация это потому что мне пришлось выставить настройки на среднее чтобы более-менее все комфортно записывалось так еще один постер я такой тогда не помню heartless hope hope for the future но это как типа надежда на будущее или возможность начать все с чистого листа я еще помню мы тогда в подкасте обсуждали слоган игры так что тут у нас душевые кабинки в принципе бояться нечего потому что тогда локация была безжизненная и там было несколько яйцехватов так мы присядем а здесь я так понимаю что по времени демка происходит чутка раньше чем предыдущая потому что здесь люди ну и вроде как все хорошо то есть да люди вон сидят работают так давайте сюда зайдем здесь вроде бы как был игровой автомат музыкальный да вот он да он такой же активный видите помню еще так может быть что то еще будет активная компьютер компьютер подходить не буду просто потому что я не знаю я когда пробовал я просто прилип к компьютеру и какую бы кнопку я не нажимал я не мог ну банально просто отойти от экрана игра зависала я только мог перемещаться по меню но я знаю что есть тема в контакте где можно прочитать о том какие есть баги и что в принципе делать в тех или иных ситуациях так свет пытаюсь выключить свет не выключается ладно так а здесь над каждой дверью есть таблички вот это что вентиляция так нет это не вентиляция это скорее кладовая так здесь у нас тогда что щит какой то может там костюмы какие то так а а ты записался are you with us а ты с нами так это служба защиты ну-ка молчит так а ты кто тебя пока тоже голосом не наделили guard the colony защищают колонию охраняют нашу так нельзя да это что-то вроде такой локации которая пока еще без диалогов но в любом случае мне нравится что у нас тут так закрыто сейчас маленький момент очень медленный обзор сейчас я немножечко обзор подкорректирую чувствительность мыши раз два три четыре давай вот так вот на немножечко увеличим о значительно комфортнее так это что у нас тут о чем-то говорят но у них диалогов пока нету так это что так это помещение вообще не помню это что-то вроде серверной так да ну что-то вроде серверной так во что ты играешь этэч сайбернетик ладно так выходим детки побежали куда-то сюда так я очень хорошо помню что внизу у нас морг то есть в любом случае я помню еще стоит демо версия только не помню те именно ну какой-то значок электричество сейчас давайте посмотрим так запрещенная территория только авторизированному персоналу но это вот нет это какие-то коридоры этого вообще ничего не помню этого не было все гудит работает и здесь у нас заперто здесь еще нету ладно так давно ничего не было стоящего во вселенной чужих нам действительно нужны новые игры очень-очень нужны так но это тоже значит что-то не то так ну вот а морг вон тележка так доктор так как вы должны закрыть дверь так сейчас закрою дальше чё так нет мэм не слышу она очень тихо говорит пока никаких следов оно довольно мелкое надеюсь вы ее найдете постарайтесь постарайтесь привлекать меньше внимания колонистов на поиски будьте осторожны и вы тоже мэм значит а значит все таки получается что один лицехват вырвался из я не понял просто кто тут потерялся сейчас доктор скажет вы же доктор так новости неутешительные давайте коротко и по делу что это за тварь с чем имеем дело похоже этот поросит что присосался к его лицу оставил внутри тела раз что-то вроде личинки а она в свою очередь вокруг себя создала некую плацебо для человека это как рак так есть ли шанс извлечь эту личинку без вреда для пациента чтобы не разрушать грудную клетку данных пока не так много но я думаю что нет боюсь что зараженным осталось недолго ладно остальные зараженных а кто остальные так так может быть кто-то пришел в себя так опять делаю потише проверить пациентов в интенсивной терапии хорошо так вот опять какие-то непонятные мне тормоза может быть это кстати из-за наложения steam запросто просто может быть вот здесь так в прошлый раз я помню я здесь умер аж подпрыгнул чуть ногой стеклянный стол не разбил здесь был лицехват но сейчас его нету так ну давайте все по технике а я не могу закрыть это он закрывает хорошо блин как меня рубит так ну вот значок интенсивной терапии ой опять тормозит так так хотя это тележки не совсем понятно так так нужен пароль но я подозреваю что это тоже что-то медицинское пароль пароль так нужен пароль о груд из мстителей или это сакбой больше похоже на груд а прикольно мини пасхалочка так так нужен пароль ну-ка тут значок какой так получается типа биооружие здесь что-то связано с радиацией наверное я не туда пошел блин а где может быть интенсивка то блин опять лаги какие-то так тут что-то связано с электричеством но если это морг больница должна быть вот так доктор сейчас кейт как у вас дела все в порядке спасибо как дети все хорошо доктор кейт я что да я вижу что что-то происходит в колонии что-то нехорошее нам обычным трудягам ничего не говорят вы всегда отличались от остальных членов управления Дэрак я у вас тоже есть сын что тут на самом деле происходит а они думают что какие-то проблемы с процессором так сказать правду нет нет нифига я корпоративная сволочь единичка засекречен чувак нет я не могу зачем нам паника секретная значит все таки что-то случилось простите доктор так пошел к себе давай пока так так вот интересно куда он пойдет насколько все проработано куда вот он пойдет потому что детей мы так и не увидели куда дети делись я так и не понял так этот чувак идет к себе ну получается интенсивная терапия должна быть на третьем этаже так так кабель какой-то так а эту комнату даже и не помню так и что ты тут творишь о у нас сейчас склад откроется да да нам нужно на третий этаж мы здесь все видели что нам что нужно было нам видеть по сюжету у меня парни извините если я потупливаю но я очень себя плохо чувствую но это чувство такое знаете в перемешку это как одновременно реветь и смеяться вот здесь тоже самое и вроде и хреново но как я этого ждал наконец-то так о работяга разминается женщина так опять значок радиации ну здесь что ли где интенсивная терапия закрыта нет не здесь так тоже молчит лаборатория нам значит туда так вот что ты скажешь так чувак расслабляется смотрит в черный кран вот здесь в прошлый раз был чужой это помещение было темным здесь никого не было но вот здесь был в прошлый раз чужой я все надеюсь его увидеть новую модельку но его куда-то переместили не здесь нет не здесь ладно так так ушки здесь может о во медсанчасть точно блин а че тормозит то так попасть не могу ну вроде здесь дверь не открывается капец так ладно с оптимизацией можно смириться это все вопросы временные может может с другой стороны вход уровень 2 нет уровень 2 нам недоступен так так оно люто подлагивает когда мы к дверям подходим скорее всего здесь что-то подгружается ты кто такая смотри Простудишь голову, будет менингит Тоже зайти нельзя Но хотя бы уже не так страшно, что есть люди Это очень хорошо По сравнению с ранней демкой Так, может сюда О, вот тоже типа лазарета Какой-то значок Такс Замечательно Остальные больные Ну что у нас О, можно говорить, у нас появляется иконка Ну-ка сейчас увеличу Так Все стабильно Насколько это возможно Но в себя еще никто не приходил Хорошо Пусть охрана будет на чеку и дайте мне знать Если кто-то придет в себя Почему они не сравнились Сейчас, секунду Насколько Насколько тихая и беззвучная озвучка Озвучка Ну, беззвучная озвучка Короче Здесь каких-то больных нету Так, эта женщина лежит У них уже никого Ни у кого нету на лице лицехватов Получается, они все с личинками А значит Каких-то пациентов нету Вот получается, это койка свободно Кого-то отправили Я так понял На рентген Или куда И Вот наша главная героиня Недовольна Потому что Все приказы должны отдаваться Только через нее А вот какой-то чувак Отдал приказ Чтобы их Отправили на Вот этот вот рентген Так И нам нужно в медлабораторию А Так, секунду Медлаборатория Идти в медлабораторию Это скорее всего та комната Куда я пытался попасть Но было закрыто Хотя был значок Что там какая-то Лаборатория Сейчас Так Это я видел здесь Вот тут вот Вот Тоже Медицинский отсек Скорее всего Когда мы рядом с дверями Там прогружается Может локация И из-за этого Такой Такой Я просто не понимаю Почему на моей машине Так сильно тормозит Старая демка Так не тормозила Так Катстена Типа мультика Вот он Лицехват В пробирке Так И кого мы тут Эй Что вы делаете Стойте Вы его убьете А тут очень громко Она звучит Очень классно Ничего себе Сколько их Пустите меня в операционную Вам туда нельзя Где он Так В командном центре Чувак Который запретил Нам почему-то Сюда идти Это значит Филлипс Принял руководство Да Это видимо Какой-то Не вояка Может руководитель станции Или руководитель охраны Так А там проводят Кому-то операцию Получается Командный центр Я очень хорошо помню Где командный центр На полном серьезе Еще с прошлого Получается Если вот он не тут То Подожди Сейчас Командный центр Да Вот здесь он Вот Ну-ка Где этот чувак Филлипс А Доктор Стар Чем могу быть полезен Что вы себе позволяете Как вы могли отдать приказ О хирургическом снятии паразита Как вы могли отдать приказ О хирургическом снятии паразита Я отдаю приказ Доктор И они не обсуждаются Но как же Но как же Пациенты Они же Они же не выживут Насколько мне известно Они в любом случае Не жили цепь вы не имели права отдавать этот приказ это бесчеловечно имел право это дело компании и вы хотя являетесь заместителем начальника научной лаборатории эту должность вашу очень легко можно изменить почему они знали куда отправили разведгруппу почему компания знал что здесь происходит и почему все скрывается от людей так в интенсивной терапии что-то происходит так ой блин еще больше лагает так музыка музыка поменялась так интенсивная терапия погони в че тут женщина стоит так охрана туда побежала это значит где операционная была ну-ка о господи чё тут чё тут ничего себе та тварь не могла это уже а почему он так быстро вырос то вы знали что так будет вы подвергаете линии опасности компания дала координаты вы все знали я не знал так центральный комплекс объявляется карантин разработчик молодец сюжет есть сюжет есть сцены круто очень так охрана продолжит поиски твари а наша героиня хочет чтобы охрана была приставлена к работникам колонии к жителям так зафигеть что же за хрень здесь происходит так найти филипп совкоманном центр 5 к нему надо пойти так здесь нету пациента здесь тоже нет пациента все пациенты у а стекло разбито куда целишься вентиляция так но это это разумно так здесь мы круг просто сделали так я конечно не сумасшедший но ох ты точно у женщины с груди у как кто ж тогда разорвал откуда взрослая особь я пока не знаю но я знаю что автор очень продумывает все мы с ним когда общались в подкасте я просто понял что передо мной знаток вселенной чужих даже намного намного лучше чем я во всем этом разбирается и здесь это по-любому будет все объяснено так в командный центр мне интересно что тот мудак из компании скажет нам так актив найти филиппа в командном центре но мы шкованном центре найти способ попасть к компьютеру филипса так теперь нужно компьютер филипс попасть хорошо а где его компьютер может быть так где тут чувак тусит вообще были на компьютер будешь подходить как бы у меня все это не встала опять ну-ка а лифт так или это не лифт подожди это не лифт это какой-то просто блок перехода сейчас что-то типа лаборатории где его к а это операционная все операцию прекратили никого нет так кампюка на чек так начальник где может быть начальник так ну пойдем на третий этаж тогда ради интереса вот на третий этаж нельзя хорошо слушайте мне кажется людей нету да чё-то люди куда-то испарились так так вообще людей нету так а в командном центре кто-то остался или как только каждую комнату по каждую локацию посещаю люди куда-то исчезают так нет здесь есть один чувак что-то рассчитывает найти способ попасть компьютеру philips были но командный центр у него здесь должен быть компьютер так здесь что нет ноутбук так может те апартаментов с музыкальным автоматом это и был его кабинет и а а еще на втором этаже была секретарша вот туда и пойдем скорее всего секретарши то и приставлено к руководителю чё бы она там сидела так вот нет 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 погоди нет нет может начать соседняя комната сейчас мы найдем так нет это серверная здесь вообще никаких обозначений комната номер один может это и есть комната главного руководителя хотя блин вряд ли так ладно почта о погоди а вот тут компьютер активный так запрос на дополнительное обслуживание в жилом отсеке постоянно засоряются вентиляционные тоннели не знаю в чем причина но прошу вас незамедлительно выделить человека на устранение неполадок хорошо блин я поставлю на паузу потому что я не знаю какая кнопка нас от компьютера получается отклеивает и посмотрю в группе и продолжу записывать итак давайте продолжим это клавиша q я повешу на y клавиша q выход получается из компьютера шаг назад так но теперь проблем быть не должно да так симпсон ты в своем уме как мог ты позволить джорджина взять с собой детей на разведку и не говори мне что ты не знал позже я поговорю с тобой лично это ланспрад по отправил ему так you проверка новых координат проверка новых указания компании вэйланд ютоней 6129 провести проверку возможного источника электромагнитных излучений в районе с координатами это берг отправил картриджа берг это же по-моему тот чувак который еще гриппли с собой брал да это тот очень скользкий тип которого сожрали в которых всех кинул мне срочно нужен помощник тут все просто разваливается вы сидите там в тепле я практически в одиночку держу на себе этот гребаный воздушный очиститель мне явно не доплачивают за эту работу в общем мне нужен помощник откуда брать деньги решайте сами но только не из моей зарплаты так аудиофайл есть нету утилиты контакты ничего нету слушайте такой же компьютер был в морге и его ведь можно прочитать тогда но мы все еще должны найти компьютер этого филипса так сейчас нет так это охрана блин как она лагает значит прочитал че люди пишут в комментариях до многих производительность не очень устраивает но куда деваться до игра постепенно создается так там туалеты так там туалеты а где же видел получается так здесь наш получается парень который к стене прилип но он исчез сейчас закрыто так побежали дальше здесь раздевалка да раздевалка с душевыми так я получается все оббежал блин а где же у компьютер то сейчас это кладовая да ну может у охрана там что-то будет сейчас мы поспрашиваем так молчит чувак исчез дверь тоже закрыта так блин мы спускаемся подожди может я верху прозевал давайте еще раз все комнаты обижим кстати один парень сказал что да было бы здорово если бы здесь были какие-то было хоть какая-то мини карта так может здесь нет вот его компьютер почта аудиофайл утилита контакта не тоже пустой так блин и где все люди так что-то дверь не открывается открылась ну-ка сейчас здесь хирургия да да там была хирургическая операция все закрыто мы что так и не можем попасть или уже можем о уже можем так здесь все равно ничего нету так компьютер я просто почему-то помню что была надпись типа отправляйтесь командный центр мы туда пошли но там ничего не было так ну давайте еще раз командный центр я щас опять все просто компьютеры обойду прям вот каждый компьютер проверю но ноутбук не дает не интерактивно ты что-нибудь скажешь? что вообще происходит? о так где все? почему всем заправляет этот червяк филипс? откуда мне знать? вот там никто что-то рассказывает почему всем заправляет червяк филипс? откуда мне знать? я щас как бы очень занят так так сейчас 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 а филипс? кто сделал его план? так пришел приказ вверху теперь тут босс честно и без понятия какие заслуги не видать он нехило подмазывался кому-то из директоров когда пришел этот приказ кажется вам вновленное сообщение на проекте на Уркар из нас куда направить Жорганов а теперь если не против я бы хотел вернуться к своим обязанностям и извини так Симпсон находится в жилых отсеках а наша героиня все возмущается почему этого червяка поставили здесь главным на что этот парень говорит я знать не знаю но приказ пришел вместе с сообщением о новых координатах но здесь нет его компа блин достали тут что? были мы здесь тут были были не помню надо проверить о вот болванчик там походу его кабинет да? не пускает так может побазарить надо? мадам так да не пускает но это скорее всего вот его компьютер так он босс обойдем с другой стороны так отсюда получится? без пропуска туда не пройти без пропуска туда не пройти а где взять пропуск? так сейчас так в морг нас больше не пускают получается где разорвали пациентов интенсивной терапии так пропуск о у тебя пропуска нет? чувак молчит а какой пропуск? чего он может из себя представлять? пропуск? карточка какая-то скорее всего так пропуск ну ладно здесь ничего нету вот эти комнаты никак не открыть вот эту еще можно открыть о а тут что? тут смотровая здесь скорее всего мы и работаем может быть так тут что? почта, аудиофайл, утилит, контакты, ничего нет так микроскоп не интерактивный пропуск я блин даже не имею представления как его искать что он из себя представляет и так и так все нам короче полностью перекрыли дорогу к той комнате где разорвала медсестру напополам так хотя она вроде подсвечена ладно туда без пропуска не пройти кто она может дать пропуск этого не прошмонать так пост 42 правила стоп что-то непонятно что это нас игнорирует ну вот его компьютер понятно пропуск так пропуск но он может быть как в командном центре так и такое ощущение что второй раз в кону играю он может быть как в командном центре так и в принципе на столе вот здесь вот у офисных планктонов так пропуск пропуска нет блокнот блокнот что-то непонятное пропуск тоже ничего нет калькулятор так а куда они все вообще делись так может у этого типа все-таки попросить пропуск как-то постепенно тает удовольствие от игры из-за вот этих вот тормозов пропуск вот он нет планшет какой-то нет не пропуск блин может у тебя есть прям ну-ка молчит пропуск дурацкий пропуск о а нет просто кружка ничего нету пропуск вот же синий пропуск нет берись я на сто процентов верю что это оно ну-ка взял ну это просто текстура как будто бы провалился еле-еле взял так побежали ну то есть я бы не подумал надо какие-то сделать что-ли кнопочки интерактивные иконки над объектами которые глав герой может поднимать но это вопрос времени то есть разработчику уже писали советы да вот это пропуск надо присесть наверное чтобы нас не спалили а она теперь а вот она приседает так с другой стороны надо отползти они нас не видят такс 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 компьютер читаем почта так заявка на перевод отклонена читаем заявка на перевод отклонена уважаемый мистер филлипс сообщаем вам что ваша заявка о переводе на другую колонию была отклонена следующий запрос будет доступен через 6 месяцев если вы хотите оспорить данное решение пожалуйста свяжитесь с нашим менеджером отдела кадров в ближайшее время прямого соединения 6 месяцев компания так дуэну филлипсу письмо номер один о это берг мистер дуэн филлипс меня зовут картер берг я являюсь директором спецпроектов компании в одно время с этим письмом администратору колонии отправил другое с координатами которые необходимо проверить то что колонисты там могут найти важнейшее из всего что происходило на хироне и мне нужен надежный человек который проследит за всем продолжение в письме 2 так прокрутки здесь нету так письмо 2 я знаю что вы подали заявку о переводе мы можем помочь друг другу теперь вы главный в колонии доставьте образец того что надут колонисты в целости и сохранности в комплекс остальной ущерб не важен покажите вашу преданность компании и не заставляйте меня самого лететь выполнять вашу работу начнем ничем хорошим для вас это не закончится надеюсь на ваше сотрудничество Берг подтверждение повышения подтверждение повышения Дуэн Филлипс исходя из приказа за номером 08921 21 июня 2079 года вас повышают должности до главы администрации колонии Надежда Хадли приказ вступает в силу незамедлительно сотрудники компании поздравляют вас с повышением и надеются на светлое будущее для вас и всей колонии компания Вейланд Ютани или Ютани аудиофайл утилиты и контакты о дневник есть погоди это где он дневник у него находится в утилитах немножко подлагивает меню так подожди а тут проскок ублюдочный кусок вулканического камня кто только додумался создать тут колонию и зачем спрашивается здесь нужен я ничего важного зачем стоило бы приглядеть и вести статистику тут не происходит ну и хрен с ним главное чтобы платили надо познакомиться со всей верхушкой администрации по виду они не шибко мозговиты может я еще подстрою тут все под себя козлина так кнопка Е что-то не листает так а если на клавиатуре стрелочки тоже не листают но это видимо такой вот короткий у него дневничок ладно и по тихому уходим тогда теперь какое здание найти способ попасть мы способ нашли сейчас будет новое задание так вы валиваемся отсюда и че теперь так и че теперь компьютер мы его прошмонали так ждем какой-то триггер что-то должно сейчас случиться ну-ка давайте еще раз может этому чуваку что-нибудь сможем сказать нет не можем так мы пошли в жилые сектора на первый этаж так это первый еще есть нулевой блин опять лагает ну какого так ну-ка я чувствую себя пьяным когда вот так вот кадры падают молчит так пошли в морг посмотрим что было на компьютере у нашего получается ученого да в морге нашего коллеги может там уже кто-то вылупился из груди так я просто автоматически приседаю вдруг кто-то будет там так это у нас сейчас о блин неужели надо было минималки ставить ну просто люто лагает молчит так почта пусто аудиофайлы пусто утилиты пусто контакты пусто ну куда ну куда ладно да это это какой-то косяк дверей что лагает только рядом с дверями код мы так и не знаем а нам и не предлагается выбирать эту дверь хорошо ну я боюсь конечно немножко ну то есть я боюсь умереть раньше времени потому что я прочитал что там ну сюжет еще очень интересный но мы можем туда пойти но там может быть чужой тоже не очень круто можем вниз пойти но тут закрыто сохранения нет может я просто ленивый может еще какие-то надо было комнаты просмотреть мне там делать нечего а нас не пускает но игра значит не сломалась значит блин просто сейчас в какой-то комнате что-то произойдет к компьютеру мы подошли я боюсь как бы эта сама демка просто не зависла так опять возле дверей блин надо относиться с пониманием но это полиция полицейский участок так скажем хорошо нам бы другого руководителя найти там она сказала что кто-то в жилых секторах успокаивает людей ну вот первый этаж это жилые сектора это вот где мы сейчас находимся типа жилые сектора северная пусто тут что комната номер один так этот компьютер мы прочитали дальше блин еще дурацкая болячка болезнь боя меня раздражительно просто делает тоже пусто так закрыто туалет а нет еще какая-то комната я даже не помню что за комната но здесь нет никого так а может надо было чтобы меня заметили что я проникал в ту комнату в кабинет получается сейчас давайте в мужской туалет зайдем не пускает давайте в женский тут нет никого так ну единственное логичное объяснение вот которое я вижу это надо было не по стелсу в той комнате ползти а чтобы нас увидели и что-то бы там сработало ну как триггер или событие какое-то что я могу вещи пинать нет это была случайность так почему то они подсвечиваются то есть мне типа подсказывается сюда надо идти или что так ну типа сейф я думаю может с этого сейфа надо ключом карты воспользоваться ладно чужого так и не видать уже хорошо так ну давайте вот спалите меня спалите меня я разрешаю вам вот она я ну а блин и чё ну вот нас спалили и по какому праву вы забираете меня тут так почему вы меня запираете приказ начальства и почему здесь таков приказ всем известно ваше хорошее отношение с начальником охраны так нас запирают ну бред Если бы я сразу так зашел Я бы хрен узнал, что было на компьютере Ну ладно, сейчас Вот, выбраться из заключения Развитие сюжета Ай, лагает Тут-то что может вызывать затруднения Ребят, вы Учтите, что все негативное, что я говорю Это вызвано простудой Мне очень нравится демка, очень нравится игра Так Вентиляция Ништяк Снять ее можем Но она тоже не подсвечивалась, это я на обум нажал кнопку E Так Фонарика жалко нету О Нет, туда нельзя Хорошо Тут получается Сама вентиляция Блин Лишь бы тут никого и не было Так О, о Не сломаем ничего Так, и Мы В какую-то другую комнату попали Так Выбиваем Выбиваем решетку И че? А Она просто медленно падала Что тут со светом? Надо поскорее кого-то найти Она не сказала кого-то Свет можно взять? Нет Чужой Чужой А Даем дёру Господи Убегаем А А Мы живы Погоди Опа Мы в центре колонии Где нас Кокон Сейчас Да Так Так Но обычно Когда просыпаются Они Через какое-то время Должны вырваться Из груди О Офигеть Да Я знаю Какой фильм Мы сегодня Вечером Будем смотреть Да Это было сильно Слушайте Один человек Просто проделал Грандиозную работу Но Его надо Как минимум Поддержать Рассказать Об этой игре О Всё-таки Будет Королева Он Всё-таки Решился Скорой Королеву Создать А он От этого Последнего Держал Втайне Ништяк Может По моему Голосу Не очень Видно Что я рад Но я Действительно Рад Так Ну-ка Появится ли У нас Возможность Пройти За другого Персонажа После Как мы А Не появится Не появится Жалко Жалко Так Давайте Второго героя Который Получается Скоро Мы вторым Сможем Поиграть И третьим Так Колин Рот 26 лет Помощник Инженера По работе Систем Жизнеспечения В колонии Прибыл На охерон Со своими Родителем Еще ребенком Учился Профессии У лучших Инженеров Колонии Жены Детей Нет Такой Некий Айзек Кларк Фрэнк Парк 36 лет У этого Должно Быть Огнестрельное Оружие Начальник Службы Охраны В колонии По прибытию На охерон Был сразу же Назначен Пост охраны В жилых секторах С 22 летнего возраста Стал помощником Начальника Службы Охраны В 30 лет Занял пост Начальника Службы Охраны В колонии Есть жена И две Дочери Ну что ж Ребята Вот такая Вот игра Замечательная Да Я записываю Через ОБС Но Стим Сейчас у нас Перекроет Картинку Слушайте Ну она Очень Очень Неплохо Смотрится Вместе С играми Да Которые Другие игры Во вселенной Чужих Это Alien vs Predator Isolation Классическая версия 2000 Alien Colonial Marines И вот теперь Надо чтобы автору Хватило сил Денег Выпустить Свою игру Чтобы она Полноценно Здесь была Alien Hope for the Future Ссылка на игру В описании Будет под этим Видеороликом Ссылка на Группу вконтакте Будет также В описании Под этим Видеороликом С вас же Лайк Чтобы я поскорее Выздоровел И смог снимать Новые видеоролики Ну и Загрузите Игру Отпишитесь О багах И расскажите О том Как она у вас Работала На вашем Компьютере С вашим Железом Всем пока И до скорых встреч С вами был Владимир Или ленивый Геймер Пока Субтитры Субтитры